С песней по жизни шагают участники хора русской песни Центра культуры посёлка Совхоз имени Ленина, который в этом году отмечает 55-й день рождения. Этому юбилею был посвящён торжественный вечер, который стал хорошим предновогодним подарком жителям поселения. Свою летопись народный хор ведёт с 1959 года. Тогда молодые ещё хористы и не предполагали, что большую часть своей жизни посвятят этому коллективу. А сейчас в его репертуаре несчётное количество известных и любимых людьми песен, народных, в том числе частушек, военных и патриотических. Участники коллектива юбиляра – настоящие любители и ценители народного творчества, души и сердца которых более полувека невидимой нитью связывает русская песня. Коллектив для хористов «Семья» признаётся Валентина Андреевна Карпова, поющая в хоре с 1964 года. Тогда, 50 лет назад, она пришла в коллектив вместе с супругом. У меня мужа нет уже 12 лет. Я живу одна. И для меня коллектив – семья. И я такой заряд бодрости здесь, отдушина. Это всё для меня всё. Я просто по-другому не могу. Русская песня помогает не только жить, но и творить. Ольга Фурсенко в хоре всего-то 20 лет. Не так давно она начала писать стихи, и её сборник «Долгая дорога к себе» уже вышел в свет. Как признаётся артистка, именно хор сподвиг её на это творчество. Песня народная волнует душу, гудоражит, тревожит, рождает какие-то необыкновенные чувства. А потом это наша душа – русская песня. Поэтому стала писать. На протяжении многих лет народный хор является своеобразной визитной карточкой не только сельского поселения, но и всего Ленинского района. Благодаря непревзойдённому исполнительскому мастерству и высокому профессионализму, бережному отношению к народному песенному наследию, коллектив завоевал поистине всенародную популярность. Где бы за эти годы не выступал хор, он неизменно отмечался дипломами, грамотами, занимал призовые места в различных конкурсах и творческих состязаниях. Мы очень гордимся тем, что у нас на базе нашего Центра культуры есть такой хор русской песни. Есть люди, которые готовы тратить свое личное время и заниматься песней, и нести эту песню в люди, и делать так, чтобы было приятно слушать их и приятно ходить на их концерты. Праздничный концерт стал особенным, потому что в этот вечер на сцену выходили не только юбиляры, но и их коллеги по цеху, даря признание и пожелания. Мы очень желаем нашим любимым девочкам, они не любят, когда их называют бабушки, поэтому мы их зовем девочками, нашим красавицам терпения, но самое главное здоровья, да, и чтобы у них всегда были силы собираться, потому что песня это такая вещь, когда ты понимаешь, тебе надо прийти, приходишь, запоешь и опять живешь. Она и строить и жить помогает. Вот дай бог им долгих лет жизни, чтобы они точно так же строили, точно так же жили, и себя веселили, и народ радовали. С песней по жизни идут хористы поселка Совхоз имени Ленина и дарят радость своим слушателям, а те отвечают взаимностью. Я не пропускаю ни одного концерта. Я поздравляю их с таким огромным юбилеем, чтобы им еще дольше петь, чтобы всем участникам здоровья, процветания, всем их здоровьем, всего-всего наилучшего. Я от всей души поздравляю их с этим юбилеем. Такое пожелание, чтобы русская песня жила очень долго, и чтобы даже дети внуков пели русские песни, им от этого было бы хорошо. Несмотря на преклонный возраст, никто из участников хора на пенсию не собирается. А это значит, что и дальше молодые голоса хористов будут радовать ценителей русской песни. Татьяна Акимова, Евгений Садовский, Елена Кошелева, Видное ТВ.